Всем доброго дня! Утром чаще всего либо лень, либо некогда готовить. Но есть рецепты, которые не нужно готовить утром. Ленивая овсяная каша готовится с вечера буквально за 5 минут. Я покажу вам несколько любимых мной вариантов этой каши. Первый рецепт это каша с черной смородиной, медом и грецким орехом. В банку насыпаем овсяные хлопья примерно половину объема. Я использую хлопья долгой варки, они полезнее. Но вы можете использовать хлопья и быстрые варки. Они лучше набухают и с ними каша получается нежнее. В кашу можно добавить какие-нибудь семена. Я добавила кунжут. Наливаем в банку молоко в соотношении 1 к 1 или 1,5. Не забывайте, что хлопья еще набухнут. Добавляем 2 столовых ложки греческого йогурта. Вместо йогурта можно использовать сметану. И все хорошо перемешиваем. Добавим орехов. У меня грецкие. Я их немного измельчила. Еще я добавила 2 столовых ложки черной смородины. У меня ягоды замороженные, но можно использовать и свежие. Так как черная смородина кислая, добавим подсластитель. Я добавила 2 столовых ложки меда. Вместо меда можно использовать сироп или сахар. Я специально не указываю точное количество ингредиентов, так как оно может быть любое и зависит от вашего вкуса. Банку закрываем и ставим в холодильник на ночь. А на утро у нас будет готова вкусная и полезная каша. Следующий вариант очень вкусный, с шоколадом и бананом. Детям точно понравится. Точно так же насыпаем пол банки овсяных хлопьев. Добавляем 1 чайную ложку какао-порошка. И наливаем в банку молоко. Добавляем 2 столовых ложки греческого йогурта. И все хорошо перемешиваем. Добавим немного порубленных грецких орехов. Вы можете использовать и другие орехи. Также я добавлю в эту кашу треть банана. Все ингредиенты в этих рецептах и их количество приблизительное. Вы можете менять их местами или добавлять новые ингредиенты. Натрем на терке шоколад и добавим его в баночку. Отправляем банку с кашей на ночь в холодильник. Получается очень вкусно. Следующий рецепт с клубникой. К овсяным хлопьям добавляем семена чио. Я добавила 1 чайную ложку. Во всех рецептах коровье молоко можно заменить растительным. Я добавила овсяное. И все перемешиваем. Я добавила 3 столовых ложки клубничного джема. Ну и конечно я добавлю клубнику. У меня свежая, но вы можете использовать замороженную. Кстати, в эти каши фрукты и ягоды можно добавлять не с вечера, а утром. Ставим баночку в холодильник. А утром заранее, за какое-то время до завтрака, вы можете достать кашу из холодильника, чтобы она согрелась. Следующий вариант с яблоком и корицей. Добавляем к овсяным хлопьям чайную ложку семян чиа. Наливаем молоко. Добавляем 2 столовых ложки греческого йогурта. Как обычно, все хорошо перемешаем. Еще я добавила в эту кашу 2 столовых ложки яблочного пюре. Ну и конечно сверху кладем нарезанное яблоко. В качестве подсластителя я добавила 1 столовую ложку сиропа. Сироп может быть любой. И добавим щепотку корицы. Убираем в холодильник и наш завтрак готов. Овсянка на кефире с отрубями, сухофруктами и орехами. Что может быть полезнее и вкуснее. Добавляем к овсяным хлопьям семена чиа. Добавляем к отрубе. Я добавила 1 чайную ложку. И все заливаем кефиром. Все перемешиваем. Мне показалось, что кефира маловато. И я добавила еще. Добавляем орехи. У меня грецкие. Добавим какие-нибудь сухофрукты. Я добавила изюм. Я добавлю порезанную на кусочки грушу. Она здесь очень кстати. Ставим в холодильник. И полезнейший завтрак у нас готов. А утром наслаждаемся. Овсяная каша с ряженкой, облепихой и курагой. Овсяные хлопья заливаем ряженкой. Хорошо перемешиваем. Курагу я залила кипятком на 15 минут. И промыла под проточной водой. Нарезаем ее небольшими кусочками. И добавляем в банку. Добавим немного банана. Еще я добавлю 1 чайную ложку сахара. Кладем 2 столовых ложки облепихи. У меня замороженная. За ночь она оттает. И завтра каша будет готова. Это ведь все-таки завтрак. Следующий вариант веганский. Для тех, кто не употребляет молочные продукты. Приготовим кашу на миндальном молоке, которое сделаем сами. Давайте начнем с приготовления миндального молока. Для этого замачиваем 100 грамм миндаля на 8-10 часов. Затем воду сливаем и миндаль промываем. Чтобы избавиться от кожуры, заливаем орехи кипятком и ждем около 5 минут. После этого миндаль хорошо чистится. Загружаем орехи в блендер. Добавляем 800 миллилитров воды. Добавим пол чайной ложки соли. И в качестве подсластителя можно добавить 1 или 2 столовых ложки сиропа или меда. Включаем блендер на 1-2 минуты. Время взбивания зависит от мощности вашего блендера. Я буду процеживать молоко через несколько слоев марли. Но можно и через очень мелкое сито. Жмых, который получится, не выбрасывайте. Его можно использовать в других блюдах, например, в выпечке. Вот столько молока у меня получилось. Хватит не только на кашу, но и на другие блюда. Хранить такое молоко нужно в холодильнике. Добавляем к овсяным хлопьям 1 чайную ложку семян чия и 1 чайную ложку кокосовой стружки. И все заливаем миндальным молоком, которое мы только что приготовили. Добавляем немного сиропа или меда. И я добавила в эту кашу голубику. Получилось очень вкусно. Можно добавить и другие ягоды или фрукты. А какой вариант ленивой овсянки понравился вам больше всего? Напишите в комментариях. Всем приятного аппетита!